Apple уродует внешний вид iPhone и не справляется с выпуском анонсированных устройств, а тем временем Xiaomi светит свой складной смартфон в новом видео. Привет, YouTube! Был здесь, а это новый выпуск Mad News на канале Stupid Mad World. Пару месяцев назад в сети появился слив от OnLeaks, в котором утверждалось, что новое поколение iPhone получит тройную камеру, очень похожую на то, что в конце прошлого года показала Huawei в Mate 20 и Mate 20 Pro. Тогда многие встали в позу и отказались поверить в правдивость этих сливов. И вот на дворе почти апрель, разработка новых смартфонов от Apple подходит к финальной стадии, а значит и маятник правдивых сливов мало-помалу начинает раскачиваться. И первым заметным сливом новой волны можно считать утечку инженерных изображений нового iPhone. Скорее всего, виновником этой утечки является очередной ушлокитаец на заводе Foxconn. Во-первых, потому что в углу скриншота можно увидеть, что Windows на китайском языке, а во-вторых, именно сейчас начинается тестовая сборка первых партий смартфонов. А значит, китайцы наконец-то получили доступ к следующему поколению яблочных девайсов. Что же мы можем понять уже сейчас, просто взглянув на изображение? Камера все же будет тройной, правда линзы будут расположены асимметрично, не как в Mate 20. Еще мы можем увидеть большой скругленный квадрат посередине. Это, вероятнее всего, место под модуль для беспроводной зарядки. А значит, задняя крышка, как и в прошлых поколениях, будет сделана из стекла. Ну не из пластика же, в конце концов, делать новый iPhone. Из менее очевидного можно предположить, что дизайн устройства в целом практически не изменится. Поменяется лишь внешний вид модуля камеры. А вообще, все крупные игроки уже представили свои флагманы первой половины года. Так что лично мне интересно будет посмотреть, каким получится следующий смартфон от Apple. Им явно надо чем-то нас удивить, а то дела у компании совсем плохие в последнее время. После полутора лет тщетных попыток изобрести собственный велосипед, Apple сдалась, выступив с заявлением, что компания прекращает разработку собственного модуля беспроводной зарядки AirPower. Приложив немалые усилия к разработке AirPower, мы в итоге решили закрыть этот проект, как не отвечающий нашим высоким стандартам. Мы приносим извинения тем клиентам, кто ожидал его запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводными технологиями, и мы намерены в дальнейшем развивать это направление, заявил Дэн Ричио, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения. По задумке компании, особенностью устройства должна была стать возможность одновременной подзарядки нескольких гаджетов, Apple Watch, iPhone и кейсы для AirPods. Для этого яблочная компания намеревалась расположить 24 катушки по всей площади беспроводной зарядки, но столкнулась с проблемой нагрева и прочими непредвиденными косяками. Надеюсь, в ближайшее время компания все же найдет способ решить проблемы, возникшие при разработке AirPower, и таки покажет нам что-то подобное тому, что продемонстрировала еще на презентации по случаю анонса iPhone X. А что вы думаете о провале Apple на новом для себя поприще? Можете написать свое мнение в комментариях, а можете ответить в голосовалке в верхнем правом углу. А вот еще один продукт, который уже не в первый раз светится в MadNews до своего официального анонса. Xiaomi вновь продемонстрировали свой первый складной смартфон, который, если быть до конца честным, пока выглядит как самое привлекательное устройство подобного плана на рынке. Да-да, я продался Xiaomi, можете не писать подобные комментарии, это слишком ожидаемо. На самом деле я и вправду удивлен тому, что китайская компания вытворяет в этом году. Судя по видео, сгибаемый Xiaomi будет достаточно легко превращаться из планшета в смартфон, причем интерфейс также без особых задержек будет меняться в зависимости от сценария использования устройства. Когда смартфон представят? Известно расплывчато, пока речь идет о втором квартале этого года. Ценник на смартфон ожидается немаленький. Судя по словам главы Xiaomi, что компания хочет отдалиться от репутации производителя дешевых смартфонов, то ожидать цену ниже 1000 долларов было бы глупо. Но это все еще достаточно адекватная цена. Что можно взять за условные 1000 долларов или же 65 тысяч рублей? Топовое устройство Huawei, Apple и Samsung. Но тут мы забываем об одной очень важной особенности. Тот же Huawei Mate 20 Pro это китаец. И китаец, который стоит как новый iPhone или Galaxy S10. Но это все еще обычный смартфон, пускай и с передовым железом. А Xiaomi за эту цену скорее всего будет продавать складной смартфон, который та же Samsung пытается втюхать нам уже почти за 2000 долларов. Смекаете о чем я? Или же взять тот же Galaxy S10. Там ведь по железу будет все то же самое, что и в сгибаемом Xiaomi. Но стоит этот смартфон тоже 1000 долларов. И все это я посмотрел, заглянув лишь в одно единственное место. E-каталог. Лично мне он этим и кажется удобным. Тут можно сразу узнать все о смартфоне, подобрать конкурентов по цене, а потом еще и сравнить их. Если и вам это все интересно, то ссылки на E-каталог для вас я оставлю в описании. А что же касательно утекшего видео со складным смартфоном, то мне эта технология больше всего нравится именно в исполнении Xiaomi. Вот как хотите называйте, но эти китайские пацаны реально умеют удивлять. На этой неделе Huawei показала свой новый флагман – Huawei P30 Pro. О том, какая там крутая камера, и что в смартфоне используется перископная система оптического зума, об этом вам рассказали мои коллеги с других каналов. Меня скорее озадачило, что новенький P30 Pro уж больно дорого стоит. И к счастью, не я один почувствовал лжение в области спины. Так ребята из GizChina проверили, а где новенький смартфон от Huawei продается по максимально низкой цене. И знаете, где в результате нашли самую низкую цену за фотофлагман китайцев? В Китае. Да, на родине ценник на Huawei P30 Pro начинается от 740 евро, вместо 1000 евро в большинстве других стран. Лично я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что те или иные гаджеты в Поднебесной стоят дешевле, чем где-либо еще. Например, когда пару лет назад я был серьезно настроен купить себе MacBook Pro, я узнал, что в Китае этот ноутбук также стоит на сотню-другую долларов дешевле, чем, например, в России. С чем это связано, непонятно, но лично меня такая расстановка приоритетов у компаний расстраивает. А какие вы знаете лайфхаки по покупке гаджетов за более низкую цену, чем покупает большинство? Пишите свои варианты в комментариях, поделитесь с народом. Только про кэшбэк не рассказывайте, о нем и так все прекрасно знают. Microsoft возобновила работу над собственным сгибающимся смартфоном. Устройство, которое вы разное время называли то проект Андромеда, то Surface Phone, все-таки находится в разработке, и в сети уже есть его схематические изображения. Ну, если быть точным, то не совсем его, а шарнирного механизма, который используется в смартфоне. Его любезно опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности. Судя по схематичным данным, шарнирный механизм позволит использовать Surface Phone как ноутбук в альбомной ориентации. Один дисплей сверху будет выступать в роли экрана, а нижний экран будет использоваться как виртуальная клавиатура QWERTY. Также шарнир позволит открывать устройство на 360 градусов, как показано на одном из изображений. Ранее технический обозреватель Брэд Сэмс заявил, что Microsoft выпустит это устройство ближе к концу этого года. Однако оно будет больше, чем показывали предыдущие рендеры, и возможно не будет карманным. Ни цена, ни какая-либо более подробная информация по устройству пока не утекала. А вообще, если видео тебе понравилось, то не забудьте им поделиться с друзьями и подписаться на канал. Также загляни в описание, там ссылки на наш телеграм-канал, где мы всегда постим самые интересные новости, и ссылка на мой ютуб-канал, на котором я уже на этой неделе возобновлю выпуск видео на самые интересные темы. А так, всем отличной рабочей недели, народ! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok